Меня зовут Владимир Туровцев, я представляю компанию Logrocon, параллельно я являюсь VTSP и компанией Microsoft. Ну и сегодня я вам расскажу о девопсе в формате некоторого рецепта, некоторого практического опыта, что же можно от него получить и как это быстро сделать. Соответственно, компанией Logrocon мы занимаемся консалтингом, занимаемся разработкой, занимаемся тестированием. Работаем мы с 2012 года, работаем в Москве и Санкт-Петербурге, являемся золотыми партнерами ILM-компании Microsoft, ну и немножко знаем, как надо производить программное обеспечение. Есть свои продукты, расширяющие функционал ILM, которые интегрированы в том числе уже из 15-й версии. Это тайм-коллектор, система, тайм-шита, совмещенная с проектным учетом, с биллингом, которая позволяет не только учитывать затраты разработчиков, тестировщиков, других инженеров на соответствующие задачи, но и интегрировать эти задачи в проектную структуру, привязывать к проектам соответствующие артефакты, привязывать бюджет проекта, привязывать грейды, рейты и рассчитывать по результатам недели, сколько же у нас из проектного бюджета надо сминусовать и сколько у нас в проектном бюджете осталось. При этом в процессе согласования тайм-шита идет согласование со стороны руководителей проектов и со стороны линейных руководителей. В конце периода осуществляется расчет и, понятно, остаток денег бюджетных на проекте, не дожидаясь данных финансовой службы, а непосредственно практически в режиме оперативном. Второй наш продукт это терминал Test Toolkit, продукт, который позволяет автоматически тестировать класс консольных приложений. Это Shell, это, соответственно, консоль командная Windows, это Unix системы, это Telnet. Ну и, собственно, работать с ними как с обычным приложением, то есть писать в них текст, читать из них текст. То есть при необходимости мы можем просто распознавать цвета и делаем это без распознавания текста, делаем это на уровне перехвата системных функций. Еще один из наших продуктов это ресурс Balance Manager, который позволяет на основе данных ILM-системы проводить балансировку ресурсов между разными проектами, выявлять узкие места, bottleneck по командам, то есть понимать, какого конкретно вида инженер нам нужен. Потому что, например, разработчик, который пишет GUI, он не очень эффективно работает как разработчик BD. А в штатном расписании тот и другой у нас числятся как разработчики, но просто разработчики они разные. Мы заводим отдельные сущности под названием классы эквивалентности ресурсов и, соответственно, управляем этими классами на основе загрузки, которые получаем из ILM, и на основе этого делаем прогнозирование по срокам. Ну и, собственно, TFS, Logrocon TFS Connector это расширение ILM Microsoft, которое позволяет интегрировать Team Foundation Server с внешними системами, такими как, например, 1С документооборот. И мы организуем сложные интеграционные процессы, когда, например, требования технически прорабатываются в ILM-системе, а согласование требований осуществляется с бизнесом через систему документооборота, автоматически создается документ, автоматически этот документ идет на согласование, при получении всех согласований автоматически требования корневое меняет статус, к нему привязывается 1С документ, и по нему можно уже начинать работать. Ну и другие более сложные сценарии. В своей компании мы используем TFS, то есть мы исповедуем тот самый принцип докфудинга, что то, что мы делаем, мы применяем сначала на себе, и, в принципе, на ILM-системе у нас устроено много чего, включая разработку, включая тестирование, естественно, управление требованиями, ну и много экзотических вещей, такие как, например, подбор персонала, рекрутмент, резюме с HitHunter мы грузим сразу в ILM-систему, управленческий учет, ну и другие приятные вещи. Собственно, какие основные проблемы у людей, которые связаны с производством, с разработкой, у всех вас случаются каждый день? Проблема в том, что разработка идет отдельно, инфраструктурная поддержка, сопровождение и тестирование идет отдельно, отдельно DEV, отдельно OPS. В принципе, сам термин DevOps, он относительно новый, и есть замечательная картинка, когда разные люди описывают одного и того же слона, просто немножко по-разному, картинка уже, так сказать, немножко даже заездилась, но реалии таковы, что DEVOs многие понимают чуть-чуть по-своему. Поэтому вот сейчас я просто хотел бы немножечко рассказать о той проблематике, которую мы решаем, ну и, соответственно, попробовать привести это все к некоторому общему знаменателю. Чаще всего размыты границы ответственности, то есть бывают моменты, за которые вроде бы отвечают все, это означает, что не отвечает никто. Ну, например, разработчик зачекинился, соответственно, он свою задачу выполнил, новый функционал вроде бы готов, но проблема в том, что новый функционал на тестовую среду не попал. С кого спросить? Тестировщик начать тестировать не может, разработчик свою задачу уже перевел в статус Resolve, ожидает результатов тестирования. Все прекрасно, только процесс не движется. Человеческий фактор. Начали проводить обновление тестовой среды, я уж не говорю о продуктивной среде, и что-то забыли. Обычная ситуация, если у нас этот процесс не автоматизирован. Классическая проблема с простоем тестирования. Разработка отгрузилась, тестирование хочет приступить и побыстрее все проверить, чтобы минимизировать время между созданием кода и его проверкой. А проблема в том, что тестовая среда сломалась. Соответственно, тестирование готово начать тестировать, но начать тестировать не может. Получается такой вынужденный технологически простой. Классическая забава, футбол или теннис, все называют по-разному, пинг-понг с дефектами. Когда они на тот же дефект, начинают ходить между разными командами, между командой разработка тестирования, между командой разработка 1, командой разработка 2 и так далее. Несобранный билл, несобранная сборка. Если мы сборки делаем довольно редко, то еще и будет дополнительное развлечение, понятие, как так получилось, кто же эту сборку сломал. Потому что если уже успели несколько разработчиков туда отгрузиться, то получается некоторая братская могила, и процесс починки идет итерационно. Невалидные продуктивные среды, тестовые среды и большие проблемы, связанные с управлением тестовыми средами. Мы либо должны держать большой объем инфраструктуры, ей управлять, нести затраты с этим связанные, либо мы делаем некоторую одну тестовую среду и пытаемся на ней сочетать все возможные настройки с продуктивных сред, а это зачастую невозможно в принципе. В результате тестирование идет на одних настройках, а эксплуатируется система на несколько других. Соответственно, среда невалидна. Проблема с развертыванием. Берем сборку, пытаемся ее развернуть сначала на тестовой среде, потом уже, когда сборка стабилизирована, релиз стабилен, начинаем разворачивать на продуктивной среде. Если у нас их несколько, этих продуктивных сред, то информацию, которую мы получаем в процессе развертывания, она чаще всего может просто потеряться. Если это не автоматизировано, в результате мы будем одни и те же проблемы фиксировать несколько раз при каждом тиражировании сборки на соответствующий инстанс. Ну и собственно, такие серьезные классы проблем, это долгое исправление, долгая реакция на проблемы заказчика, повышение time to market, повышение времени поставки новых изменений, ну и как следствие повышение температуры заказчика, когда заказчик говорит, слушайте, мне это нужно быстро, вы назвали срок, вы этот срок сорвали, теперь новый срок тоже сорвали, когда это будет, ну и дальше температура начинает расти. Почему в этой ситуации DevOps может помочь? Вообще, в принципе, кому он нужен, кто является заказчиком этих перемен в процессе? Конечно же, заказчиков здесь несколько. Он нужен и внешнему заказчику, он нужен и внутреннему заказчику, владельцу продукта, потому что он позволяет сделать этот процесс быстрее и сделать этот процесс стабильнее. DevOps нужен руководителю проекта, потому что он позволяет ему в первую очередь держать руку на пульсе и о проблемах узнавать еще до того, как эти проблемы станут критичными для всего проекта. Он нужен для тех людей в компании, которые управляют поставками для релиз-менеджеров, где-то это отдельные сотрудники на больших проектах, где-то это роль, это те люди, которые, в отличие от руководителей проекта, отвечают не за поставку конкретного, изменение конкретного проекта, а за поставку релиза в целом. И именно этим людям приходится решать конфликты между разными руководителями проектов, когда один проект собрался и работает, а второй проект в процессе стабилизации не стабилизировался, его, казалось бы, надо просто исключить из поставки, но проблема в том, что уже работающие и проверенные проекты без вот этого проекта, интеграционно вместе, не работают. Они требуют именно этих версий, и у нас возникает серьезная проблема с тем, что целиком релиз мы поставить не можем, и вынести из него модуль, который не стабилизирован, мы тоже не можем. А срок релиза, как легко догадаться, перенести мы тоже не можем, и замкнутый круг. DevOps нужен бизнес-аналитику, потому что мы быстрее показываем результат нашей работы заказчику, и заказчик быстрее выдает обратную связь. Естественно, разработка тестирования от этого выигрывают. Разработчики в первую очередь выигрывают за счет меньшего стресса, результаты тестирования к ним попадают быстрее, и за счет более эффективной работы по исправлениям. Хорошо известно, что если разработчик после того, как он отгрузил код, переключился на другую задачу, потом на следующую задачу, то исправлять ошибку он будет долго. Если же он сегодня отгрузился, а завтра уже получил проблему, а лучше, если еще это произошло и сегодня в течение дня, то такую проблему он исправит быстрее, потому что код у него еще в голове, в кэше, и, соответственно, это повышает и скорость, и эффективность. Выигрывают от этого процессы системные инженеры, это те люди, которые в компании осуществляют тиражирование с одной среды на другую, поддерживают тестовые среды, выполняют техническую работу по передаче релиза на продуктивную среду. Если есть отдельные инженеры по внедрению, либо если есть отдельная роль, выигрыш для них тоже есть. Ну и, собственно, саппорт, который стоит на острие взаимодействия с пользователями, выигрывает от того, что решение получается стабильное, а дефекты исправляются быстрее. Вопрос, как это сделать, потому что до сих пор мы не находили время, чтобы сформулировать некоторые простые шаги, которые позволяют сказать, что мы начинаем использовать DevOps, и начать его использовать. Прежде чем я к этим шагам перейду, 2015-я версия, сегодня вам про нее уже рассказывали, рассказывали, так сказать, про вкусности, которые будут в следующих версиях, но я попробую сделать несколько акцентов с точки зрения практики, потому что мы очень сильно ждали 15-ю версию, у себя в компании мы начали эту версию использовать и настраивать еще до того момента, когда в принципе в природе появились Power Tools. То есть мы это делали еще в июле, а Power Tools появились в конце августа. Но тем не менее мы делали это не зря, потому что версия стала лучше, и появилось много интересных моментов. В первую очередь изменилась среда веб-доступа, она стала более комплексной, более удобной, и если раньше крупные проекты приводили к необходимости держать и толстые клиенты в веб-среду, то сейчас основной объем операций делается именно через веб-доступ. Действительно появилось, вот как идет позиционирование, новая версия релиз-менеджмента. Я могу сказать, что на самом-то деле релиз-менеджмент, которым можно пользоваться и который можно встраивать в процесс для управления жизненным циклом релиза внутри вашего производства, он появился именно в 15-й версии. И именно вот сейчас это стало удобно. Этот интерфейс интуитивно простой, этот интерфейс позволяет настраивать довольно сложный процесс, в том числе с использованием новой системы билдсерверов, которая позволяет настраивать довольно сложную схему выполнения автотестов, анализа результатов этих автотестов и дальнейшего применения, дальнейшего изменения статуса релиза. Появилась замечательная история про то, что если раньше можно было использовать просто разные системы хранения исходного кода, системы контроля версий, то сейчас стало возможно сочетать в рамках одного ТФС и появилась более серьезная поддержка других средств разработки, не только Дотнет, в том числе и с точки зрения билдсервера. То есть мы можем сложные интеграционные проекты, где есть куски на Java, где есть куски на SQL, где есть куски на Дотнете. Мы можем объединять и компилировать, собирать быстрее и тестировать все это на одном движке. Очень серьезные изменения произошли в части управления тестированием. Наиболее значимое для нашей команды тестирования это то, что мы имеем возможность к объектам тестирования обращаться напрямую с запросов. И второе это то, что мы более эффективно можем распределять задачи, отправлять приглашения на один сценарий, давать сразу, так сказать, по частям нескольким тестировщикам. То есть вот эти вещи стали весьма удобные. Я хорошо помню 10-й год, когда мы переходили с альтернативного, в другой команде, я работал тогда в другой компании, но мы переходили с другого средства, с другой ILM-платформы на тест-менеджер, на TFS ILM в части тестирования. И была задача несколько команд по несколько десятков тестировщиков перевести на эту платформу. Вот тогда было очень много требований, и мы получали несколько версий с исправлениями, специально для того, чтобы этот проект закончился успешно. Сейчас эта среда, вот по прошествии 6 лет, отличается колоссально, она стала колоссально удобнее и эффективнее. Основные задачи принципа девопса, чтобы мы просто говорили об одном и том же девопсе, потому что, как в старой английской пословице, вы можете вязать как хотите, а мы будем вязать по-своему. Чем больше компании практикуют девопс, тем больше ожиданий, тем больше уточнений в этом термине. На самом-то деле, для себя основные цели от девопса в части общего процесса, это сокращение времени и затрат на цикл разработки, сокращение самого цикла по времени. То есть даже те проекты, которые мы делаем по Waterfall, внутри у нас все равно циклов значительно больше, с тем, чтобы ежедневно и еженедельно получать стабильную сборку и получать результаты тестирования как автоматизированного, так и ручного. Это повышение качества, повышение прозрачности процесса, повышение управляемости с точки зрения сроков ожидания поставки. Не в конце, когда уже релиз надо поставлять или надо начинать прием сдаточные испытания, а непосредственно в процессе исполнения проекта. Повышение эффективности, когда одни и те же люди в том же составе просто могут делать существенно на десятки процентов в разы больше. Систематизация процесса поставки, когда появляется возможность распределять ответственность и управлять этой ответственностью, разные люди на разных стадиях определяют критерии перехода релиза из одного статуса в другой, с одной среды на другую, и в релиз-менеджменте соответственно осуществляют действия, которые позволяют в дальнейшем по этой ответственности провести разбор полетов, получая фидбэк, соответственно этот фидбэк учесть и изменить процесс к лучшему. Кроме стандартных вещей, то что мы работаем над релизом совместно, как разработчики, так и тестировщики, инженеры внедрения и инженеры по сопровождению, системные инженеры, кроме стандартных прозрачности внесения изменений и быстрой обратной связи, мы для себя видим еще несколько моментов, связанных, например, с быстрой раскаткой, тиражированием, интеграцией, с автоматизацией процесса установки на среды, в том числе на тестовые, автоматизация раскатки, релиза. И еще один момент, о котором редко говорят, это автоматизация, приоритизация дефектов. Для того, чтобы дефекты исправлялись, должно хватать ресурсов, ресурсов не хватает практически никогда, поэтому часть багов так и не будет исправлена никогда, и больше того, есть дефекты, которые исправлять не нужно сейчас и не нужно исправлять в будущем. Вопрос в том, что если этим процессом не управлять, ресурсы тратятся не самым эффективным образом. Мы делаем автоматизацию управления приоритетом, то есть мы разделяем severity и priority, то есть критичность дефекта с точки зрения влияния на систему, и приоритет к исправлению с точки зрения, что нужно исправить в первую очередь, что нужно исправить позже. Например, дефекты, которые держат большой объем тестов, исправляются быстрее. И приоритет меняется по правилам, скриптами ежедневно при перерасчете соответственно этого приоритета. То есть если дефект блокирует другие дефекты, приоритет у него начинает расти. Если дефект является критичным и не исправлялся давно, перенесен, например, с предыдущего релиза, его приоритет автоматически повышается и так далее. Собственно, основной конфликт, который заложен в сам процесс, это рабочий конфликт между требованиями архитектуры предприятия, IT-ландшафта и требованиями эффективной разработки. Когда есть необходимость согласовать с одной стороны работу совместную многих приложений, есть требования к надежности и безопасности. Если поговорить с эксплуатацией какой-нибудь большой крупной системы, то наверняка вам скажут, что лучше ничего не трогать, потому что если мы начинаем что-то менять, у нас начинает что-то падать, соответственно, заказчики начинают быть недовольны. С другой стороны, есть требования бизнеса, когда возникают новые задачи, новые изменения, и необходимо эти новые изменения решать, и, соответственно, бизнес-заказчик будет наоборот говорить, давайте нам быстрее, это нам нужно сегодня, это нам нужно вчера, возникает определенный конфликт. Соответственно, решается это при переходе на DevOps за счет максимальной гибкости и за счет повышения надежности сокращением итерации процесса. Когда мы начинаем взаимодействовать между всеми участками и сборка, и код, и тестирование, и развертывание, и автоматизация тестирования, у нас работают в едином цикле, в цикле, который самообучающийся, и который эффективен, с минимальным влиянием человеческого фактора. Какие правила хорошего тона мы зафиксировали по нашему опыту? Несколько простых вещей, о которых все знают, но, как показывает практика, редко используют. Все знают, что надо делать зарядку по утрам, но если, так сказать, в большой аудитории задать вопрос, кто регулярно делает зарядку по утрам, рук будет совсем немного. Вот прежде чем разработчик начального уровня отгружает код в систему, он проходит процедуру код-ревью. Этот код отправляется более старшему наставнику, более старшему разработчику, который на этот код смотрит, дает обратную связь и только после этого изменения коммитится. При этом сеньоры, более опытные разработчики, они коммитят напрямую в систему, то есть вот эта история с код-ревью у них в процессе нет, но это делается время от времени в рамках просто повышения квалификации и выборочного контроля. Изменения атомарные. Как атомарные дефекты, в котором четко написано, что не работает только конкретная история и только конкретный дефект, а не собрано сразу, что не работает это, нужно поправить текст, нужно изменить поле, да еще при этом алгоритм, при таких условиях система падает. Такой дефект не будет исправлен никогда, потому что надо его просто разбить на несколько дефектов и по одному они будут исправлены. Точно так же должны быть атомарные коммиты. Сделал, поправил, изменил, отгрузил, собрал, проверил, соответственно, переходим к следующей задаче. Триггеры сборки по коммитам. То есть в тот момент, когда произошел коммит, мы либо собираемся после каждого коммита, что повышает нагрузку и повышает требования количества тестовых средств, либо делаем определенную логику, что, например, более опытный тимлидер отгрузился, соответственно, пошла сборка. Если отгрузились, соответственно, другие ребята, то сборка в этот момент еще не начинается. Либо идет просто ежедневная сборка, если проект требует сборки в конце дня. И по каждой сборке, с учетом новых функционалов в билдсервере, можно настраивать разный набор тестов. Например, при обычной ежедневной сборке по коммиту объем автотестов может быть небольшой, то есть проверяется жизнеспособность базовых функций. А, например, по ночной ежедневной сборке запускается еще и набор тестовых сценариев регрессионных в автоматическом режиме. И на утро уже понятно, что же за сегодня мы успели сломать из старого функционала. Соответственно, ночные регрессионные тесты на деф-сборке, ну и, собственно, по тестированию, по требованиям к тестированию и требованиям к управлению релизом и администрированию. Каждое утро гигиеническая процедура по разбору дефектов с ночной сборки. И делать этот дел должен опытный тестировщик, который желательно еще и приходит на работу немножко раньше остальных, чтобы к моменту прихода основной команды было уже понятно, что нужно поправить прямо сейчас. Без прохождения автоматического регресса по результатам ночного билда на стенд тестирования релиз не идет, просто в целях экономии ресурсов команды тестирования. Иначе у нас будут просто дублирующие баги, которые будут по-разному называться, которые будут иметь разные номера, названия, но так или иначе будут привязаны к одним и тем же корневым проблемам. И без краткого набора тестов, успешно пройденного, перед началом фазы QA, мы эту фазу QA не начинаем. Тестовые среды аналогичны по набору, то есть если мы тестируем один и тот же продукт для одной и той же ветки заказчиков, то среды могут отличаться объемом, но они будут идентичны по функционалу. И среды с регулярным расписанием пересоздаются в исходное состояние. Если мы в процессе тестирования нагенерили много разных непонятных тестовых данных, то через некоторое время эта история может начать тянуть за собой другие ошибки. Правило хорошего тона, то что мы возвращаемся к атомарной истории, к эталонной структуре, и эту эталонную структуру просто поднимаем до нужной версии, после чего начинаем очередной цикл тестирования. Соответственно, развертывание, сначала мы проходим этот процесс руками, дальше мы этот процесс автоматизируем, чтобы понять все необходимые тонкости и дальше сократить влияние человеческого фактора и повысить эффективность. То есть тиражирование и на тестовые среды, и на продуктивную среду должно быть как можно больше автоматизировано. Что появилось интересного, вкусного от использования девопса в части управления тестовыми средами? По сути, это возможность делать единый процесс управления релизом по стадиям производства на каждом отдельном релизе. То есть, по сути, каждая роль в зависимости от параметров и в зависимости от гейта качества принимает решение, отмечает соответствующий, меняет соответствующий статус и релиз автоматически переходит на соответствующие тестовые среды, либо не переходит и мы ждем следующей сборки. И этот процесс унифицирован просто в зависимости от жизненного цикла вашего релиза. Сборка идет либо только на внутренние среды, функциональные, либо уже на интеграционные внутренние среды, либо уже идет на продуктивную среду. И второе, то что мы можем очень эффективно при этом управлять ветками. Нам не нужно каждый раз, когда мы пытаемся стабилизировать релиз, уходить в долгую историю, что вот недавно мы отгрузили новый функционал, который, по сути, развалил регресс. Пока мы поднимаем регресс, мы грузим новый функционал, и процесс идет бесконечно. Мы просто разводим эти истории по разным номерам релиза и по разным веткам. Соответственно, перенос изменений из релиза в релиз, он тоже автоматизируется. Если мы исправили ошибку в более раннем билде, например, на продуктиве, то, соответственно, изменение этого кода переносится в более поздние версии. Автоматизировано идет контроль из-за этой процедуры, потому что поправили на продуктивной среде, забыли отгрузиться в основную ветку, накатили следующий релиз, получили ту же самую ошибку, саппорт опять говорит, что это уже было, мы даже знаем, как это лечить, но это нужно опять внести в исходный код. С точки зрения управления поставки, почему я в самом начале сказал, что стало удобно пользоваться, это действительно очень интересная функциональная возможность, и на самом деле мы этого очень долго ждали, потому что если раньше управление поставкой нужно было осуществлять где-то отдельно, в Excel, в письмах, в главе релиз менеджера, то сейчас в системе, в отдельном рабочем месте организована командная работа по процессу управления жизненным циклом релиза, и при этом эта работа осуществляется не просто так, а на основе данных, например, по результатам тестирования сборки соответствующего билда, человек принимает решение, можно ли через соответствующий гейт качества этот релиз пропустить, и идет ли он, например, с стенда сборки на тестовый стенд. Если идет, соответственно, если человек пропускает на эту фазу, то автоматически релиз имплементируется на тестовую среду, проводится цикл тестирования, после чего тест-менеджер принимает решение, можно ли пускать этот релиз на интеграционную тестовую среду. Как только решение принято, у нас опять же запускается процедура, которая тиражирует этот релиз на тестовый стенд, уже предназначенный для интеграционного тестирования. И так далее. Раньше это все приходилось делать вручную, и многочисленные несостыковки, когда тестировщик начинает тестировать, выясняется, что он тестировал не ту версию, что на этой версии еще этот дефект не исправлен. У большинства компаний наверняка первый пункт любой методики тестирования или инструкции по ретесту дефектов это сопоставить версию, что на тестовой среде именно та версия, которая не ниже той, которой вы хотите проводить тестирование. С внедрением этой фичи процесс стал менее требовательным к таким проверкам, потому что это удается автоматизировать. Использование облаков, использование Azure в сочетании с девопсом. Очень серьезный выигрыш от возможности масштабирования и от автоматизации этого процесса, от интеграции процесса управления средами в облаке с процессом сборки. То есть, по сути, появилась необходимость в развертывании релиза и интеграционном стенде. Мы создаем этот интеграционный стенд, производим накат релиза и команда тестирования утром получает готовую среду для тестирования. Если сборка не готова, то и не поднимаем соответствующие машины, соответственно, ждем стабильной сборки. Не нужно покупать оборудование, не нужно это оборудование поддерживать, и есть возможность хранить те самые атомарные состояния, эталонные состояния, которые мы потом, соответственно, можем очень легко поднимать в рабочее состояние. Собственно, как мы приходили к пониманию, что облако полезно и по какому пути обычно идут. Сначала разворачивается все исторически, так было, по крайней мере, у нас внутри, есть машины в рамках компании, есть сервера, есть, конечно же, виртуальные машины. И есть в этом большие плюсы, то, что мы, по сути, контролируем все, что у нас есть. Но есть при этом и серьезные минусы, то, что стоимость оборудования большая, оборудование используется не на 100%, и даже не на 50%, а просто среда хранится, среда поддерживается в работоспособном состоянии, просто, чтобы не тратить время на ее подъем, на ее развертывание, но де-факто на нее нагрузки, пользовательской нагрузки в данный момент нет. И вопрос с масштабированием всегда превращается в постановку отдельного набора задач для системных инженеров. Следующий шаг, часть виртуальных машин мы начинаем уносить в облако. Мы можем этим управлять, мы можем соответственно масштабировать, масштабирование идет проще, но при этом опять же нам в значительной степени нужно ломать стереотипы, нам нужно управлять стоимостью, потому что непогашенная большая виртуалка это дополнительные деньги, и мы очень серьезно начинаем зависеть уже от интернет-канала, если раньше у нас все было в локальной сети, и мы в принципе не были завязаны на провайдера, то сейчас если мы работаем на канале без резервирования, то работа с Azure будет просто невозможна. А вот следующий шаг это то, что по сути мы выносим в облако значительную часть нашей производственной среды, и в дополнение к предыдущему мы получаем возможность использования облачных ресурсов для компонентов инфраструктуры, то есть и для самого сборочного набора машин, и для автотестирования, и для тестовых сред, то есть выигрыш возрастает на самом деле существенно. Для небольших команд, как правило, в облако в онлайн идут небольшие команды, там очень большие есть преимущества, что там до нескольких разработчиков это в принципе бесплатно. Идет интеграция сразу, когда тестовое окружение и инфраструктурное окружение у вас идет в Azure, а собственно работа с кодом идет в Visual Studio онлайн. Но при этом классическая проблема то, что при росте команды появляются расходы, которым нужно быть готовым с самого начала. Что получается в результате применения девопса в компании? Сокращается время поставки, повышается эффективность и тестирование и разработка начинают работать более дружно и более эффективно, потому что потерь и с одной стороны и с другой стороны у нас становится существенно меньше. Резко падает нагрузка на вспомогательные подразделения, в том числе на системных инженеров и они из узкого места, как они обычно бывают, потому что держать их постоянно в большом количестве это дополнительный кост и загрузки у них не будет большой, а держать их в маленьком количестве в тот момент, когда вам нужно тиражировать на тестовые среды или на продуктивные среды релиз, их будет не хватать и соответственно вся работа будет замыкаться на нескольких человек, которые в принципе еще и будут незаменимы в компании. Соответственно резко повышается скорость восстановления тестовых сред и в том числе после сбоя, в том числе после неуспешного билда, после потери либо порчи данных и проблема развертывания тоже очень значительным образом быстро восстанавливается, потому что мы узнаем о них как можно раньше и мы их не лечим из серии положили заплатку и отошли. А мы сначала понимаем проблему, дальше мы исправляем эту проблему и следующим шагом мы эту исправленную проблему фиксируем в нашем автоматическом средстве для того, чтобы дальше эта проблема не проявлялась. Сокращаются затраты, получается более стабильное состояние производственного процесса, продукта и температура заказчика. Практически алгоритм. что сделать, чтобы сделать уверенные первые шаги к девопсу и чтобы начать получать первые результаты. Каталогизировать и собрать все ресурсы вместе. Если есть распределенные команды, если есть распределенные команды разработки, если есть распределенные команды тестирования, ресурсы, имеющиеся в наличии у этих команд, надо каталогизировать и надо собрать их вместе. Не соберем, не сможем масштабировать, не сможем управлять. Общее представление продукта, из чего он состоит, что является наиболее важным, какие требования к нему, какие требования к процессу. Чаще всего это делается просто в серии мозговых штурмов. Следующий шаг это автоматизация сборки и сделать эту сборку с необходимой вам частотой. Либо несколько раз в день, либо после каждого коммита, либо один раз в день хотя бы. Потому что по опыту переход от еженедельной сборки к ежедневной сборке в существенно, то есть это порядка нескольких раз повышает эффективность в части скорости исправления дефектов. Неделя прошла, люди уже забыли, что делали, где делали, как делали. Они там могли уже переключиться на другие проекты, а в некоторых компаниях еще и успевают уволиться. Соответственно, если мы получаем эту информацию по результатам ежедневного билда, все становится значительно проще. Упрощается количество взаимных цепочек влияния дефектов, упрощается задача разработки по исправлению и по взаимным перекрестным влияниям. Унификация прогона автотестов. Понятно, что нужно будет набор автотестов сначала сделать, дальше сделать унифицированный подход, чтобы для каждой сборки по определенным правилам выполнялся один и тот же набор автотестов. Если сборка, соответственно, ночная, значит набор может быть расширенный. Каталогизировать и систематизировать структуру окружения. Понять, чем функциональная тестовая среда у вас будет отличаться от интеграционной, если будут отличия, чем интеграционная ваша среда будет отличаться от продуктивной среды. Опять же, если эти отличия есть и они вызваны, например, тем, что вы не можете такое оборудование себе позволить или такой объем данных позволить. Вот эти ограничения, их нужно очень четко понимать, чтобы потом оперативно на них реагировать. И следующий шаг, это вы автоматизируете диплой на тестовые среды. То, что инженеры делают руками, вы автоматизируете. Как только перестает работать, устраняете проблему, переписываете, дописываете, доделываете автоматизацию, донастраиваете, убеждаетесь, что все работает и в таком ключе начинаете работать. Потому что всегда возникает соблазн, давайте мы по-быстренькому руками костылик забьем, у нас все станет на свои места, мы сможем продолжить работу. Через некоторое время объем костылей увеличивается, и мы опять возвращаемся к ручному процессу, к неизбежному человеческому фактору. Опционально усиливаем тестовое окружение за счет использования Azure, потому что мы можем определенные процессы в значительной степени повысить их эффективность. Один из примеров, например, у вас есть две конфигурации продуктивных сред, то есть есть два типа клиентов с разными настройками, с разным ландшафтом. Если раньше на одном и том же наборе оборудования вы были вынуждены делать некоторое временное разделение, сначала вы тестируете на одной конфигурации, потом переконфигурируете, тестируете на другой конфигурации, то сейчас за счет использования облака вы можете этот процесс просто параллелить. То же самое относится к нагрузочным испытаниям. Если лет пять назад типичная история была, что после шести вечера запускалась нагрузка, то сейчас нагрузка запускается отдельно, тестировщики работают отдельно, взаимных влияний минимум. То, о чем я говорил, убрать руки от процесса тиражирования по средам, не сработала автоматизация, значит правим настройки процесса, разбираемся как так вышло и дальше опять убираем руки. Как только это держится на руках, первое ощущение, что все стало стабильнее, но вы за это платите. Платите дополнительными костами, платите снижением эффективности и платите неизбежным влиянием человеческого фактора, потому что что-нибудь обязательно, особенно в больших командах, на больших проектах, обязательно забудут. Фильтрация проблемы со среды на среду. То есть если нашли на одной среде, на этой же среде стараемся успеть поправить. Ну естественно, если это критичная проблема, если это проблема терпит следующего релиза или эту проблему не нужно исправлять, то к этой истории, так сказать, такие проблемы не относятся. Поймали дефект, починили дефект. Простая вещь, которую тоже все знают, но редко кто использует. Это подведение итогов релиза. Собрали основную команду в конце релиза, обсудили, что у нас в этом релизе пошло не так. Подумали, что с этим можно сделать, сформулировали задачи, внесли их в тот же Team Foundation сервер и взяли на контроль. Да, эти задачи административные, да, это задачи как по улучшению процесса, но они очень важны для улучшения самого процесса. Часто не обсуждаем, часто проблемы знаем, но ничего не делаем, чтобы в следующий раз они не повторялись и так далее. На основе вот таких вот регулярных встреч, на основе нашего опыта мы процесс просто оптимизируем. Оптимизированный процесс, соответственно, вы получаете эффект. И этот цикл мы повторяем от продукта к продукту, от проекта к проекту, потихонечку накрывая всю структуру производства и потихонечку повторяя от релиза к релизу. Как правило, после 3-4 релизов вы начинаете чувствовать серьезный экономический эффект от данного подхода. Это, наверное, основные вещи, которые я хотел сегодня рассказать. Сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Задавайте их, пожалуйста. Владимир, спасибо большое за доклад. У меня вопрос. Я не сторонник вендерлока. И хотел бы узнать, OpenStack вы использовали для облачных развертываний? У нас есть проекты, в том числе и на OpenStack. Мы в этом плане, как бы, основная команда нашей компании, мы к использованию ILM и использованию Дотнета, мы пришли через использование аналогичных проектов других компаний. Я не буду называть основных трех конкурентов, но у нас опыт есть по использованию этих решений. И мы действительно понимаем, что наш выбор, он лучше. Но, тем не менее, мы тоже понимаем реальности существующие, что есть компании, которые просто не могут себе позволить серьезную иномарку и вынуждены ехать на более простой технике. Тем не менее, на более простой технике это работает. Первые проекты в компании 3 года назад, они, в принципе, поднимались на OpenStack. Вот. И последний сервер, билд сервер из OpenStack мы извели месяца два назад. При том, что уже были проекты, которые работают на TFS. Извели не потому, что вот там была какая-то борьба, а просто потому, что функционал ограничен. Просто мы проигрываем больше, чем выигрываем от этого. Спасибо большое, коллеги. Я здесь остаюсь, я буду доступен для вопросов кулуарной, если вы о чем-то хотите поговорить. Я не знаю ответов на все вопросы, но разработкой программного обеспечения занимаюсь уже лет 20. Управлением командами от 5 человек до 700 опыт есть. Ну и, соответственно, чем могу быть полезен, всегда готов. Спасибо за внимание.